Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами изучим вопросительные формы или вопросительные местоимения в турецком языке. Посмотрим на самые главные и часто используемые формы, разберем примеры предложений и как правильно их применять. Мы рассмотрим такие вопросительные местоимения, как не, ким, ханги, насыл, ничин, неден, некадар и кач. Первая пара вопросительных местоимений это не, что и ким, кто. Помните, мы проходили бу-не, это что, или бу-ким, это кто. Например, сэ-но-на-не-сой-рю-сун, что ты говоришь ему. Или сэ-зи-ки-м-бэ-к-лё-ш, кто вас ждет. Также эти местоимения склоняются по падежам, то есть присоединяют к себе падежные аффиксы. И получаем в определительном падеже. О-ра-да-не-й-гё-рю-сун, что ты там видишь. Или сэ-скими-сой-рю-сунс, кого вы спрашиваете. В направительном падеже. А-л-су-не-эк-зюр. А-л-су-на-что-злиться. Или по турецкой логике в направлении чего злиться. Также у нас есть слово нере, которое состоит на самом деле из не и йор-е. То есть что место или какое место. И к нему тоже добавляем аффикс направительного падежа. И получаем нере-е, дословно в какую местность или куда. И пример. Ахмед нере-гидь-юр. Куда идет Ахмед. Также со словом ким. Бу-ну киме анна-т-юрсун. Ты кому это объясняешь? Теперь в исходном падеже. Йоурт. Неден япл-йор. Из чего делается йогурт? Не путаем с другим словом неден, которое обозначает из-за чего или почему. Здесь слово неден переводится как из чего, из какого материала. Также к слову нере добавляем аффикс исходного падежа и получаем нере-ден. Из какой местности или откуда. Бу-сес нере-ден-гель-юр. Откуда идет этот звук? И пример со словом ким в исходном падеже. Хабер-лери кимден аль-юрсун. От кого ты получаешь новости? Теперь в местном падеже к слову нере добавляем дэ. Получаем нере-де. В какой местности или где. И пример. Сен нере-дэ-я-ш-йор-сун. Ты где живешь? И другой пример со словом ким. Ким-де-паравар. У кого есть деньги? Также может добавляться аффикс падежа средства. Например. Емек ней-лей-йор-сун. Чем ты кушаешь еду? Или сен кимин-ле-тар-ты-щ-йор-сун. С кем ты споришь? И может добавляться аффикс родительного падежа ин. И получаем. Бу-не-ин-анах-тары. От чего этот ключ? То есть ключ принадлежит чему? И бу-араба-ки-мин. Это чья машина? Думаю, здесь все понятно. Теперь переходим к следующей паре. Это ханги и насыл. Эти слова в определенных ситуациях переводятся похожими словами. Какой? И многие путают эти слова и неправильно применяют. Давайте разберемся. Принципиальная разница состоит в том, что слово ханги употребляется, если речь идет о выборе предмета из ряда других. А слово насыл называет качество или свойство предмета, а также признак действия. Посмотрим на примере похожих предложений для сравнения и понимания разницы. Например, На какой улице вы живете? Ответ на такой вопрос может быть названием улицы. На какой из улиц? А можем задать вопрос Вопрос переводится так же. На какой улице вы живете? Но ответ на такой вопрос может быть описанием этой улицы. На красивой, широкой, узкой и так далее. Название улицы не подходит для ответа на этот вопрос. Или еще пример. Какое блюдо вы любите? То есть, какое из блюд? Можно ответить Я люблю плов, борщ, шашлык и так далее. И, например, вопрос Как или каким образом ты готовишь это блюдо? Дальше примеры В какой школе учится Али? Ответ на этот вопрос будет в пятой, в третьей. Или в школе имени Ататюрка, например. То есть, В какой из школ? А вопрос В какой школе учится Али? Подразумевает, что за школа. Можно ответить в частной или в государственной. Можно ответить в новопостроенной, в большой, в платной и так далее. То есть, Мы должны охарактеризовать саму школу. Еще примеры. Буну ханги амачла сёй рюрсу. С какой целью ты это говоришь? То есть, Цели могут быть разными. Мы спрашиваем о том, Какая она? А вопрос Буну насл сёй рюрсу Будет переводиться Как ты можешь это говорить? То есть, Каким образом? Дальше. Ханги юзьилдая шьёрус В каком столетии мы живем? По смыслу, В каком из столетий? И отвечаем В 20-м, В 21-м. А вопрос Насл бирзамандайя шьёрус В каком времени мы живем? Подразумевает характер этого времени. В сложном, В интересном, В технологичном И так далее. Мы должны Охарактеризовать это время. Еще пример Ханги юзьилдая шьёрус Какой напиток ты выбираешь? Можем ответить Кока-колу, Фанту, Сок И вопрос Сен юзьилдая насл сёй рюрсу Как ты выбираешь напиток? Каким образом? Можно ответить Смотрю на марку, Что был качественным, Что был натуральным И так далее. Следующий пример Ханги чёджук Какой ребенок? Отвечаем Тот или этот Или что-то подобное. А на вопрос Насл бир чёджук Какой ребенок? Мы должны Охарактеризовать ребенка Умный, Добрый, Плохой Или хороший. И последний пример Эльбиселерин Ханги сегюзель Здесь у нас слово Ханги Может быть частью изофета. Какое из платьев Красивое? И другой пример Бунасл бир эльбисе Это какое платье? И можем ответить Бу гюзель бир эльбисе Это красивое платье. Как было видно из примеров, Несмотря на то, Что многие вопросы звучат Одинаково по-русски, Они имеют разный смысл, И отвечать на эти вопросы Мы должны по-разному. Поэтому, Когда вы применяете эти слова, Вы должны точно знать С какой целью И о чем вы спрашиваете. Надеюсь, Мы разобрали с разницей Между Ханги и Насл. Переходим к следующей паре, С которой тоже часто Есть проблемы, Потому что они очень похожи, Но мы все же попробуем Увидеть разницу. Это слова Недэн и Ничин. Они переводятся похоже. Из-за чего, Почему, Для чего или зачем. Сразу скажу, Что путают эти вопросы И ответы не только те, Кто изучает турецкий язык, А и сами турки Не всегда видят в них разницу. Но турки интуитивно Будут чаще правильно Применять эти слова В отличие от иностранцев. Давайте попробуем разобраться. Слово Недэн по смыслу лучше воспринимать Как из-за чего, То есть из-за какой причины. А слово Ничин Это слияние слов НЕ и ИЧИН, То есть для чего, С какой целью. И вот такое восприятие Поможет вам правильно Применять эти вопросы. Потому что слова Почему и зачем Размывают разницу Между этими словами. Поэтому при переводе Конечно же можно переводить Как почему и зачем. Но восприятие у нас должно быть Из-за чего И для чего. Чтобы было понятно Посмотрим на примере вопросов И ответов к ним. Например Сен Недэн я тьерсу И Сен Ничин я тьерсу Два предложения можно перевести одинаково. Почему ты ложишься? Но ответы на турецком будут разными. В первом случае у нас ответ Чун Кью Йоргуном Потому что я очень уставший. То есть мы говорим о причине Я устал и поэтому ложусь. Сначала причина Потом действие А во втором случае у нас ответ Берас диль нен мякистерум Я хочу немного отдохнуть. То есть это не причина А цель. Здесь у нас наоборот Сначала действие Я ложусь А потом цель Для того чтобы отдохнуть. То есть разница в логике И причина следственной связи. И чтобы легче понять Используем наши слова Из-за чего ты ложишься? Потому что устал. Для чего ты ложишься? Чтобы отдохнуть. Я думаю так намного понятней. Посмотрим еще пример Сен не ден аскер лея гидерсун И сен ничин аскер лея гидерсун Можно перевести одинаково Зачем ты идешь в армию? Но ответы у нас будут разными. В первом случае Чун Кью Йасалар Бөлэ Геректерьор Потому что законы этому обязывают. Это у нас причина. А во втором случае Чун Кью Ватанамы Савун Мак Истерум Потому что хочу защищать свою родину. Это у нас желание или цель. Упрощаем вопрос нашими словами Из-за чего ты идешь в армию? Закон обязывает. И для чего ты идешь в армию? Чтобы защищать родину. В первом случае у нас вынужденный поход А во втором добровольный. Возьмем еще пример Из-за чего ты выезжаешь за границу? И в ответ Хочу убежать от армии. Это у нас здесь причина. И второй вариант Для чего ты выезжаешь за границу? Хочу выучить английский язык. Это у нас цель. Хотя оба варианта можно перевести на русский как «Почему ты выезжаешь?» И последний пример Можем перевести как «Почему ты с ним не разговариваешь?» Но в первом примере мы должны назвать причину Например Потому что я на него зол. А во втором примере объяснить для чего мы так делаем. Например Я хочу показать ему свою злость. Думаю на примерах вы наглядно увидели разницу между этими вопросами и ответами к ним. Теперь переходим к последней паре вопросов. Это некодар и кач Два вопроса переводятся одинаково «Сколько?» Но есть принципиальная разница в том что некодар используется для указания какого-то предела и используется с неисчисляемыми существительными А кач для вещей которые можно количественно посчитать физически то есть используются с исчисляемыми существительными Поэтому с вопросом кач нам следует указывать единицу измерения то есть которую мы можем посчитать Посмотрим на примерах «Бунун фиаты некодар» «Сколько это стоит?» И «Бунун фиаты кач пара» «Сколько это денег?» Или «Шуан доллар некодар» «Сколько сейчас доллар?» И например «Шуан доллар кач теле» «Сколько турецких лир?» «Сейчас доллар?» Еще например «Чая некодар шекера тьерсу» «Сколько сахара ты кладешь в чай?» И другой вариант «Чая кач шекера тьерсу» «Сколько ложек сахара ты кладешь в чай?» Для сахара рафинада можно и без ложка Без слова ложка Но тогда это будет означать Сколько кусков сахара ты кладешь То есть то, что можем мы посчитать Еще пример «Анкарае учусь некодар сюрьер» «Сколько длится полет до Анкары?» И если мы спрашиваем со словом «кач» Мы должны добавить единицу измерения Которую мы сможем сосчитать «Анкарае учусь кач да кика сюрьер» «Сколько минут длится полет до Анкары?» Еще пример «Бучичек некодар узуер» «Насколько вырастает этот цветок?» И другой вариант «Бучичек кач сантиметре узуер» «Насколько сантиметров вырастает этот цветок?» То есть на первый вопрос «Бучичек некодар узуер» Мы можем ответить не только количественно А можем сказать «Он немного вырастает» Или «много вырастает» А на вопрос со словом «кач» Мы должны сказать конкретно какую-то цифру Назвать Еще пример Беним бордюм некадар. Каков мой долг? Или сколько мой долг? И вариант скач. Беним бордюм кач лира. Сколько лир мой долг? Еще пример. Бутан кын хаджми некадар. Какой объем этой емкости? И бутан кын хаджми кач литре. Сколько литров эта емкость? Как видим со словом кач мы обязательно должны назвать единственное измерение, то есть то, чтобы мы могли конкретно засчитать цифрами. Еще такой пример. Сколько ты занимаешься или готовишься перед концертом? И другой вариант. Сколько часов ты готовишься перед концертом? Также со словом некадар мы можем спрашивать вещи, на которые нельзя ответить количественно, а можно ответить качественно. Например, буквально некадар бельерсу. Насколько хорошо или на каком уровне ты знаешь эту тему? И на такой вопрос нельзя ответить количественно, а мы можем ответить качественно. Например, хорошо знаю или плохо знаю. Поэтому в таком вопросе не получится применить слово кач. Или еще похожий пример. Америка некадар гучлю. Насколько сильна Америка? Силу Америки тоже нельзя описать цифрами, и поэтому мы задаем вопрос со словом некадар. Зато у слова кач есть свои возможности. Например, Поскольку каждого фрукта на рисунке. При добавлении к слову кач аффекса ар получаем качар, поскольку штук. И на такой вопрос отвечаем. Берер, икишер, ичер, бешер. По одной, по две, по три, по пять и так далее. И еще при добавлении к слову кач аффекса инджи, мы получаем качинджи. Какой или который по счету. Например, туркианин экономиси качинджи срада. На каком месте экономика Турции. В этом уроке мы рассмотрели вопросительные местоимения или вопросительные слова и разницу в их применении. Надеюсь было все понятно. Встретимся в следующем видео.